56 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт 19 многоэтажек Сергиева Посада в 2016 году. Работы выполнены по 15 адресам. Ремонт четырех домов перенесли на этот год, так как открывать крыши осенью нецелесообразно. Еще 51 миллион рублей из фонда капремонта выделили на замену лифтов по 12 адресам. Новое лифтовое оборудование уже в домах. Находимся на крыше. Капитальный ремонт произведен осенью. На данный момент кровля готовится к сдаче. Прошла зимнюю проверку. Сейчас мелкие недостатки несущественные устраняются. У нас гарантийные обязательства 5 лет перед заказчиками. Производится уборка для того, чтобы предъявить кровлю комиссионному обследованию. Как формируется перечень домов, которые ходят в план капитального ремонта? С этим вопросом мы обратились к представителю городских властей Сергею Нефедову. Торгами занимался фонд капитального ремонта и заказчиком именно этих мероприятий является официально фонд капитального ремонта. Управляющая компания подает нам сведения первичные о необходимости проведения тех или иных мероприятий. Далее в администрации рассматриваются критерии этих жилых домов. В частности, дата последнего проведения капитального ремонта. Дальше необходимость проведения само по себе. Обязательная статья является платежное обязательство жителей. Если жители плохо платят и есть задолженность за капитальный ремонт, естественно, шанс попасть в эту программу минимально. Старшая по дому Татьяна Мельничук убеждена, что активная позиция самих жителей может приблизить час капитального ремонта. Чем плотнее сотрудничество с управляющей компанией, чем больше написано писем по существу и выявлено серьезных проблем в доме, тем реальнее попасть в план капремонта. Нам оставили и кровлю, потому что у нас стекли все четыре подъезда, и инженерные системы подвала, потому что у нас в подвале вода, постоянно были прорывы. В результате зимней эксплуатации. Вот у нас и выявлены какие-то недостатки. СПСК сейчас их ликвидирует. Управляющие компании и ГБУ нам помогают контролировать проведение этих работ. То есть, собственно говоря, если контролировать, если за ним непосредственно, тогда, конечно, да, тогда можно добиться хороших результатов. Так кто же контролирует ход ремонтных работ? Старшие по домам не специалисты и полномочий у них нет. Представители управляющих компаний, хоть и входят в приемную комиссию, но официально могут зафиксировать лишь факт выполнения работ. В процессе работы нас контролирует и ГБУ УТНКР, это управление технического надзора капитального ремонта Московской области. То есть, представители технадзора постоянно, так сказать, можно сказать, находятся на объектах капитального ремонта при проведении работ, визирует и скрытые работы, указывает и недостатки. Но практика Сергеева Посадской строительной компании, которая в 2016 году выиграла контракт на капремонт жилого фонда, показывает, тесно взаимодействовать с управляющими компаниями и активными жителями можно и нужно, если они проявляют инициативу. Активно работаем, соответственно, и с управляющими компаниями, они заинтересованы в том, чтобы работы были выполнены благополучно и качественно. Вот в том числе и сегодня, говорю, то есть и мастера участков, и техники, инженеры, теплотехники, они принимают активное участие в контроле за проведением работ. Ну и, соответственно, конечно же, старшие по дому и представители администрации курируют и проведение, и сроки активно курируют, и качество проведения работ. В плане 2017 года 30 домов. На их капитальный ремонт необходимо 150 миллионов рублей. Окончательная сумма затрат и адресный перечень должно утвердить правительство Московской области. На примере 14, 15 и 16 годов постановление правительства Московской области должно выйти к концу марта. То есть это будет являться официальным юридическим документом для начала проведения процедуры именно капитального ремонта. Еще не состоят эти процедуры. Фонд должен объявить торги на право выбора подрядчика. После того, как это примерно около 40 дней идет процедура, после того, как определится подрядчик, подписываются документы соответствующие, то есть контракты, и подрядчик приступает к работе. Очень надеемся, что работы выиграет также какая-нибудь ближайшая сервиво-посадская строительная компания. Какие конкретно дома войдут в план капремонта в 2017 году и какая компания выиграет торги, мы расскажем, как только областное правительство примет окончательное решение. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных, Тема.